педали приветствую тебя на торговой сессии среды наша традиционная за неделю вторая встреча и традиционная с точки зрения того анализа который мы проводим техника фундамента поиск самых интересных возможностей трейдерских конкретных уровней как откуда можно действовать в расчете на получение прибыли друзья готовим этот контент специально для вас чтобы у вас было больше информации принять этих самых торговых решений обязательно пишите комментарии если что фидбэк необходим если нужно что-то скорректировать только через обратную связь мы поймем что именно не забывайте конечно же ставить лайки ну что давайте однако демонстрация экрана индекс доллара сейчас на ваших экранах друзья мы за ним следим за американской валюты нужно сейчас следить потому что это тот инструмент который остается триггером для всех прочих активов рынка форекс за последние пару торговых сессий ничего интересного не произошло что можно было бы как бы сганово сейчас проанализировать и изменить свое отношение вот доллару лично для меня потому что рынок по-прежнему отыгрывает пятничный комментарий паула относительно того что еще не время чтобы фактически в кратчайшие сроки ближайший месяц-два принимать решение об ужесточении монетарной политики и как вы видите за редкими локальными коррекциями как срочными все-таки инициатива переходит продавцам и постепенно индекс доллара тащит ниже мне как человеку который системно продает доллар потому что опирается на фундамент именно на эти экономические стимулы которые сейчас для американской экономики действуют я бы хотел увидеть индекс доллара гораздо меньше но мои желания не имеет никакого значения для рынка я могу располагать сколько угодно предполагает уже фактически сам рынок я пока что буду за идею такого среднего тире долгосрочного шарта по индексу доллара с целями ниже девяносто двух пунктов вот если выйдем за границы такого восходящего канала будет совсем здорово и я рассчитываю что данные которые будут публиковаться до конца этой недели это собственно рынок труда а сша отчета и дипи собственно активность производства сектора сферу слуха 3 см но он фармы которые будут пятницу все это может уточнить дополнительные перспективы американской денежной политики я рассчитываю на слабые цифры на плохие данные и на еще один аргумент для фреса почему нужно сохранять те стимулы в силе которые ранее уже были задействованы фондовый рынок продолжает расти наблять локальные максимумы тире исторические хаи 4538 пунктов по смп здесь ранее я обозначил довольно амбициозную цель это 4500 я рекомендую принципе ее придерживаться потому что нету никаких сейчас причин факторов для того чтобы но с точки зрения фундамента можно было бы отказаться от этих длинных позиций золото тоже коррелирует в принципе с инструментами индекс доллара и фондовый рынок потому что здесь все одно да потому это на ожидании экономических стимулов которые будут способствовать сохранению в экономике источников ликвидности все это будет потенциально увеличивать денежную массу риски инфляции тогда слабый доллар это параллельно и кстати мягкая экономическая политика основа для снижения доходности американских облигаций и золота каждый раз когда трежери с подоходности идут вниз сразу же стреляет и уходит на новый локальный массу 1815 долларов сейчас котировки цели прежние 1825 хотя я думаю что в конце концов если следующий эфир у нас будет в понедельник то есть уже после всех вот этих данных которые выдаты по нон парам перлс и по эсэм если данные будут плохими как ожидают эксперты то я полагаю допускаю что в следующий понедельник у меня будет возможность говорить о золоте о котировке золота примерно в районе 1830 может быть даже повыше но время в итоге покажет как и что будет на самом деле рынок нефти я ранее не давал конкретных торговых рекомендаций но сегодня абсолютно уверен то что рост этого сектора нефтянки брэд в тярихе продолжится и поэтому сделка будет вайсток с уровня 72 30 как раз на пробой вот это локального сопротивления которое мы видим стоп лосс 71 30 этой профит 75 последствия урагана и да это сокращение объемов нефтедобычи мастиканском заливе на 95 процентов это почти два процента мирового предложения до работа нефтяных платформ будет восстановлена и по идее в качайшие сроки но я думаю что на это понадобится как раз на ликвидацию последствий еще как минимум неделю поэтому на вот этом фоне форс-мажорным когда на рынке есть риск сокращения опасения связанные с поставками сокращения глобального предложения есть еще и статистика стать сегодня по нефти мы ждем данные по запасам которые сто процентов ухажут на снижение запасов нефти запасов бензин это тоже будет фактором роста для цен на нить еще и доллар как дополнительный аргумент почему сырье будет подрастать так и здесь сделку конкретно да еще по европейской валюте был уровень атошки вайлимит 1 1760 атошку эту сохраняю в силе потому что ну прежние аргументы собственно я думаю что риск сейчас на фоне мягкой политики фидерезерва будет интереснее чем долларов и здесь просто нужно найти оптимально классную точку входа думаю что где-то в районе 137 с хозяйственным еще и с учетом мэндекс роста строения потенциала снижения доллара где-то можно еще подхватить пару если конечно же даст коррекцию для этого значения и ждать уже в районе 1 19 50 или даже повыше думаю что где-то 1 19 и выше это тоже разговор конца этой недели после реакции рынка на те важные данные которые предстоят публикации ну подведем итоги уже в понедельник виталий слава тебе есть демонстрация да так всех приветствую ну так скажем своими идеями я согласен по поводу индекса доллара и других инструментов почти так как по индексу доллара явно просится коррекция да вот я в принципе на прошлой неделе на позапрошлой неделе говорил что вот после вот этого длительного тренда который у нас развивался и который мы покупал я покупал и свет волосы покупать и индекс доллара три месяца мы росли и желательно бы сделать какую-то более глубокую коррекцию хотя бы к уровню там 92 и возможно ниже то есть это такой сценарий который я рассматриваю и в принципе по поводу точек входа возможно рассматривать шорты как секущих так и добирать немножко повыше если будут будем идти приблизительно там в район там 93 ну и плюс ты отметил тоже такую идею по евро доллару что если бы пониже чуть-чуть там бы прикупить но это уже возможно что-то более красивое нарисуется прям перед нонфармами так как сегодня среда я знаю вот рынок любит вот такие моменты вот если есть на на неделе какая-то новость и она обычно там или там в среду или там четверг там по ецб или пятницу по по америке обычно то с понедельника они накапливают накапливают как было прошлой неделе да по 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 джексон холлу мы практически по евро доллару там с понедельника по пятницу там накапливали по другим всем инструментам и джексон холл и вечером прострелили по евро доллару наверх аналогично вот индекс доллара то есть вот накапливал и вниз то же самое сейчас возможно будет какое-то накопление и дальше уже новости будут как вариант триггером и пойдет снижение более глубокое вниз поэтому как вариант по чуть-чуть набираем там разбиваем объем по индексу доллара там текущих 92.70 там 93 с общим стоп-лоссом за 93.20 то есть чуть выше там 93.30 поставить да то есть вот такой вариант есть еще такие моменты что это все может быть коррекционная структура по по индексу доллара и мы идем на перехай вот этот аналогичный евро доллар на перелов да будет все по-другому но это уже по факту рынок покажет и возможно мы будем дальше это обсуждать на пятницу или понедельник еще появились такие моменты у меня аналогично не только что индекс доллара может уйти на коррекцию а то что он будет очень долго падать но это уже будем сопровождать в течение текущего года возможно следующем году то что ну как варианты дополнительно возьму другой график это евро индекс доллар аналогично он одинаковый то что у нас вот это движение которое идет по евро в текущем году 2021 это все коррекция на вот в предыдущем импульсе который у нас был вот этот импульс на тренд это коррекция и мы улетим очень сильно вверх на перехай текущего года то есть где-то отметки максимума там 2018 года такие тоже идеи не исключаю я их буду смотреть уже по факту если что рисуется входить как аналогично вот я сейчас предложил шорт индекса доллара если картина будет меняться то есть я буду переходить на альтернативы входить аналогично ставить стоп лосс что чтобы скажем не сидеть там просадкой какой-то длительной я потому что а вот есть вот такие моменты которые я за лонг евро и скажем за то что это всего на всего коррекция будет как то вот так дальше по поводу прошлых идей которые я транслировал в среду это bitcoin по bitcoin я говорил о шортах рассказывал тоже аналогично за то что я вижу шорт среднесрочно вниз да но еще такая ремарка была что мы возможно протестируем чуть повыше этот биткоин вверх я аналогично с ребятами с учениками рассматривал покупку эфира то есть он уже показал достаточно хороший рост и думаю что биткоин и другие топовые криптовалюты они могут еще показать скажем какой-то рост пока точек хода я не вижу потому что у нас вчера так достаточно медвежье по медвежьему закрылась здесь нужно тоже что-то сформировать проторговаться а если будет понятная картина то можно биткоин рассматривать на покупку с перехаем вот этим то есть как вариант это такие скажем спекулятивные варианты среднесрочно я пока за шорт но нужно быть готовым если вы там шортанули на текущей неделе то это будет там или без убыток или стоп лосс и дальше снова находить точки ухода не нужно просто там зашел без стопа и биткоин улетает на 65 тысяч на 100 тысяч и скажем мы много теряем то есть такой вариант потому что вот сейчас покажу эфир эфир вот как раз позавчера разговаривал с учениками давала рекомендацию на пробой вот этого максимума и мы как раз только вчера сумели пробить и сегодня дальше пошел продолжительный рост и он открыт путь ему в район там 37000 точнее 3700 ну возможно 37000 да и вот если смотреть другие там криптовалюты там лоткоин тоже такое ощущение что с текущих мы будем откупать и обновлять вот эти хаи там биткоин кэш рипл но те криптовалюты которые есть во маркет торгуются мы параллельно еще с учениками разбираем криптовалюты которые там более такие мелкие монеты которые торгуются на бирже бинанс там их намного больше несколько сотами фьючерсы есть там больше идей возможных ну как то вот такое обозначение пока нужно искать точки входа на лонг по этим всем топом мне кажется что здесь еще будет обновление вот этих максимумов возможно так по поводу других рынков аналогично которые связаны с долларом тот же канадский доллар вот его так хорошо скинули и вот здесь идет такая тоже есть накопление хорошее мы практически уже один два три 4 5 сегодня шестой день тоже можно выставить рискованную такую сел сел стоп на пробой вот этого минимума который если у нас за вчера то есть это 25 условно 65 со стоп лоссом небольшим там пунктов получается сколько у нас там можно с коротким стоп лоссом на пробоя скажем это процент пунктов 30 и если там будут выносить перезаходить чтобы не было ловушки ну все валютные пары сейчас имеют скажем одинаковую характеристику пока смотрю снижение доллара обязательно ставить стоп лосса потому что есть еще варианты допустим если мы сегодня по евро доллару там улетим сильно вниз сегодня среда четверг пятница то здесь может быть такое что мы пойдем снова обновлять вот эти минимумы как то вот так ну по индексам пока не идет коррекция конечно нефть так по нефти пробой тоже в принципе логичен согласен с тобой поджимает если вы хотите тоже короткий стоп лосс потому что может быть такое что они чуть-чуть обновляют вот этот хай из и идут на коррекцию то есть здесь она в принципе возможно вот смотрю одинаковая структура которая была в июле то же самое тоже хорошо откупили поджимали поджимали потом и свалились хорошо то же самое здесь нужно еще вариант рассматривать торговля через ложный пробой бренд это получается х и 72 40 то есть в таком формате ну и пока все спасибо виталий ну что следим тогда за тем как на самом деле рекомендации данных в целом смотрим на сохранение тенденции пока что коррекционной динамики доллара и больше склонны полагать именно о том что рисковые активы будут пользоваться повышенным спросом поэтому здесь наши идеи солидарны возможно это как раз тот самый случай когда действительно рынке пойдет именно туда да говорит и техника и фундамент но уже фактически решение друзья за вами мы сделали все что могли рассказали вам об этих возможностях и уже вы решаете использовать или нет виталий тебе традиционно отличного закрытия этой недели отчеты важны ты понимаешь и самое интересное еще только впереди чтобы без каких-то убыточных сделок хороших выходных и увидимся уже в понедельник поговорим о том как мы закроем эту неделю пока пока пока